Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up, I feel like it's Monday, something's going wrong without a chemicals up in my brain, all of a sudden I don't look at anything to say... Привет-привет-привет! Песеры с вами! Морж, пятница, 23 декабря у нас на календаре и, конечно же, эпики Германии, которые появились у нас вчера в нашем любимом eFootball 2023. Как видите, в паке 50 игроков я уже открыл, и как вы думаете, мне что-нибудь дали? Конечно, нихрена мне не дали. Даже нормальных 5-звездочных игроков мне, по сути, не дали. Просто 5000 слил, что называется, вообще в никуда. Но мне очень хочется поймать этих ребят, все трое достойны, что Бакенбауэр, что Руми Ниги, что Матеус. Карточки прям действительно хороши. По Бакенбауэру жалко, что он теперь нормально не становится на позицию правого защитника. Руми, конечно же, нужно использовать над центральным нападающим, охотник за голами, быстрый, резкий, в общем, как по нос. Ну и Матеус, универсал для центра поля, неплохо умеет в защиту, обладает прекраснейшим пасом и очень-очень сильным ударом, но только прямым ударом. В общем, попробуем, попробуем, давайте еще паков 50 скрутим, почему бы и нет, и я надеюсь, я надеюсь, хотя бы кого-нибудь я отсюда поймаю. Не первый раз я открываю эпиков, знаю, что выловить их достаточно сложно. Да, не вопрос, есть люди, которым везет, и чуть ли не с бесплатных попыток им выпадает. Но таких людей крайне-крайне-крайне мало, вот, гораздо больше людей, которым нихрена не выпадает вообще, даже за большое количество попыток. Ни один и ни два раза у меня третий эпик выпадал 149, 148, ну то есть, короче, все-таки есть ощущение, что Konami здесь кое-что подкручивает. Ну и напоминаю, что если тебе нужны новости по игре, то подписывайся на мой телеграм, ссылки в описании и закрепи, там же ссылка на мою личку, если тебе нужно задонатить на мобилку с российских карт, с этим всем делом я могу тебе помочь. Ну и, нет, вот была мысль сейчас, и я оставлю свою карту, если вы хотите поздравить меня с Новым Годом, потом такой думаю, да не, не, не оставлю, не оставлю, спасибо, у меня и так все хорошо, у меня и так все есть. Главное, мирное небо над головой. Для сейчас это на самом деле самое важное. Ну и что хочется сказать вообще по Матеусу, Румениги и Бакенбауру. Бакенбауру, вот и первый, вот и первый, и Бакенбауру как раз у меня, конечно, и выпадает. Ну что ж, первый эпик на базе, первый эпик на базе открыл я, ну на самом деле не так уж много, да, у меня 100 игроков было, сейчас у меня сколько там осталось, давайте глянем, Бакенбауру это хорошо, Бакенбауру это здорово. 8 паков я открыл, и у меня выпадает Бакенбауру, да, конечно, до этого я открыл 50, вот, но тем не менее, мы считаем только по этому по копанингу. Как видите, я проскипываю эти открытия, потому что, ну реально, у меня от этих стрелочек уже в глазах троится. Так вот, по Бакенбауру, что хочется сказать, жалко, что он теперь не может нормально становиться на позицию правого защитника, я думаю, те, кто играл в 20-21 часть, помнят, что очень-очень многие использовали его именно на правом защитнике, и там он классно себя показывал. Этот же может стать нормально на центрального защитника и опорника, и я бы на самом деле ставил его на опорника. У него хорошие показатели и паса, и дриблы, то есть он такой нестандартный центральный защитник, поэтому я бы ставил его именно туда. Кстати, с игранностью Бакенбауру будет у нас 99, до соточки он, к сожалению, не дотягивает. По Матеусу. Карточка классная. Матеус, в принципе, один из моих любимых игроков в любой части e-футбола. Он действительно находится везде, он классно помогает в защите, он великолепно ложит дальними ударами. Матеус топчик, тут сказать нечего. Ну, а Руми, вообще легенда нашей игры, в 20-21 части чуть ли не в каждом втором составе был Руми Ниги, если, конечно, удавалось его поймать, иконик-версия рвала просто в путь. Этот, конечно, немножечко похуже, но, тем не менее, тем не менее, тоже очень даже хорош. Единственное, не радует, что, ну, вот вроде такие карты, которые сложно поймать, а им все-таки не дорисовывают клубы. Ну, вот что бы изменилось, если бы эта карточка была еще приписана их клубу? Ну, Канами, неужели это бы сломало игровой баланс и было бы куча возмущений? Я считаю, что нет. Почему не поставить всем троим Баварию? Было бы, ну, замечательно. Да, он от сборной, но при этом все равно он приписан к Баварии. Здорово, здорово. Ну, а Канами, к сожалению, думает по-другому. Ну, и пока что мне Эпиков больше насыпать почему-то не хочет. Я, в принципе, не совсем понимаю, вот сейчас, как дальше будет развиваться Канами, потому что у меня складывается ощущение, что они заходят в тупик. У нас уже реально хреново гора сотых игроков. Дальше-то что? Впереди еще полгода, как бы, до лета. Хотя тоже, опять же, до лета, а дальше. Они же эту игру заявляют, что она будет обновляться, а не будет выходить новая часть. Поэтому мы уже практически в потолке по рейтингам игроков и по их статам. Куда будет двигаться, я понятия, если честно, не умею. Наверняка это какой-то хитрый азиатский план, но я, к сожалению, не очень шарю в хитрых азиатских планах. Надеюсь, как-то Канами сможет красиво выйти из этой ситуации, но пока-пока, если честно, я смотрю на это все и думаю, как? Вот реально как? Мы сейчас упремся в потолок. Это, блин, не какая-нибудь онлайн-рпг игра, где выходит обновление, все, уровень персонажей увеличился на 10, появились новые доспехи, новые мечи, и мы играем дальше. Здесь мы вот уперлись и дальше никуда. В общем, сложная ситуация, если честно. Я даже не знаю на самом деле, как они все это дело разрулят. Ну и, конечно, ждем Нового года. Особо Канами Новый год не празднуют, не думаю, что в игре прям что-то будет интересное, тем не менее, обязательно что-нибудь завезут. Ну и в понедельник у нас будет достаточно интересный пак с звездами чемпионата мира. Там многие ребята не... Ух, стоп, 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 пока что отложим чемпионат мира и звезд, потому что Лотар Матеус, мать его, выпадает мне. Ну а неплохой пакопенинг, неплохой выходит, а 50 паков я еще даже не открыл. Ну, в смысле, да, 50 я открыл до этого, я имею в виду в этом пакопенинге. Неплохо, неплохо, уже забрали двух. Ну и что, остановиться или дальше все-таки покрутить? 28 паков я открыл, ладно. Ладно, обещал 50, скручу 50, почему бы на самом деле и нет. Так вот, пак с игроками чемпионата мира, звезд. Там есть ребята, которые, вот как в команде недели, получают позицию, которая у них не основная. И именно на такие карточки стоит обращать внимание. Я показывал в своем телеграмме, насколько карточки, которые меняют позицию, реально лучше. Там их так накручивают, что просто охренеть. Ну, действительно, Модрич, который у нас в команде недели, он 99 на центральном полузащитнике, по сути. 90, мать его, 9. Ну, это же просто жопа. Оу! Оу-оу, все, все. Морс заткнулся, морс заткнулся, потому что я забираю всех троих. И если это не заслуживает лайка, я не знаю, что вообще в этой жизни заслуживает лайка. Здравствуйте, Карл Хайнс Румениги. Добро пожаловать в мой состав. Ну, дела. Вот честно, дела. 68 игроков еще осталось. Наверное, это один из моих лучших покупанингов по эпикам. Да, самый лучший у меня был Реал. Я за 55 круток всего лишь поймал всех троих. Но здесь тоже меньше 100 даже. То есть 82 крутки. По-моему, это очень даже хорошо. Ну, что ж, Руми, я доволен. Я доволен. Плюс Кайзер, плюс Матеус. Все замечательно. Пиши, открывал ли ты эти паки. Кого наловил? Уверен, что есть люди, которые поймали вообще с бесплатки. Им отдельные поздравления. Ну, а я на этом прощаюсь. И буду думать, какое бы видео мне выпустить завтра. В общем, полезные ссылки в описании и закрепи. С вами был Морш. Как всегда, пока-пока. Продолжение следует.